Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение глав из книги приват-доцента Сергея Алексеевича Суханова, работавшего ассистентом Московской психиатрической клиники в Московском императорском университете под названием «Семиотика и диагностика душевных болезней». Книга вторая. В книге второй размещены три нозологических единицы психиатрических. Это корсаковский психоз, навязчивые психические состояния и циркулярный психоз. Две из них, из этих нозологических единиц о корсаковском психозе и навязчивых психических состояниях я уже начитал вам. Остается третья часть. Это циркулярный психоз. Циркулярный психоз – это последующий депрессивно-психоз, депрессивно-маниакальный психоз. И сейчас это биполярное аффективное расстройство. Значит, книга напечатана в Москве в 1905 году. Ну, а сейчас несколько минут я уделю зачитыванию оглавления первой части главы, посвященной циркулярному психозу. Клиническая картина болезни, смело меланхолических и маниакальных состояний, различная степень интенсивности того и другого периода, течение болезни при циркулярном психозе и его клинические особенности, начало с меланхолической стадии и ее продолжительность, длительность меланхолического периода, светлые промежутки, о том, на что нужно обращать внимание при составлении анамнеза, дифференциальная диагностика между меланхолической фазой циркулярного психоза и приступом рецидивирующей меланхолии, дифференциальная диагностика между приступом рецидивирующей манией и маниакальной фазой циркулярного психоза, страница 145-160. Ну, а сейчас я начинаю чтение главы о циркулярном психозе. Циркулярный психоз или круговое помещательство выражается в том, что у одного и того же индивидуума наблюдается смена двух противоположных состояний – меланхолического и маниакального. Первое имеет внешнее сходство с рецидивирующей меланхолией, то есть с рецидивирующей депрессией. Второе – с рецидивирующей манией. Начиная с молодого возраста, иногда очень рано, циркулярный психоз или бар обнаруживается обыкновенно у данного больного в течение всей его жизни. Внешние проявления болезни в этих случаях представляют большое разнообразие у различных больных, а нередко и у одного и того же индивидуума. Как период угнетения, так и период возбуждения при циркулярном психозе бывают неодинаковой продолжительности и интенсивности. В меланхолической или в депрессивной фазе больной выглядит угнетенным, мрачно настроенным, нередко он в это время малоподвижен. На свое положение, на свое будущее он смотрит мрачно. В его сознании возникают мысли о том, что ему лучше и не жить совсем. Он не верит в то, что его состояние может измениться, что настроение его перестанет быть таким тяжелым, невыносимым, мучительным. Успокоение окружающих действует на него временно и способствует иной раз поддержанию бодрости больного, который легко приходит в отчаяние. Больной сам замечает, что мысль его плохо работает, что душевная деятельность приходит в состояние заторможения, угнетения, подавления. Больной жалуется на то, что ему стало трудно соображать, что у него исчезают интересы к окружающему, к своему занятию, что работать ему трудно. Мысли больного сосредотачиваются на болезненных ощущениях, круг интересов суживается, энергия падает, является безволие, безразлично апатичное настроение, но в то же время весьма тягостное. Ему приходят в голову мысли о том, что он хуже других, что он грешен, виновен пред Богом, перед людьми, что все от него отказались и отвернулись. Иногда у него может явиться мысль о том, что окружающие его презирают и дурно относятся к нему. В некоторых случаях меланхолический или депрессивный период циркулярного психоза или бар выражен сравнительно слабо, чувствуя себя дурно, находясь в угнетенном состоянии, даже иногда не надеясь на освобождение от такого неприятного настроения, больной продолжает заниматься делом, для него привычным. Конечно, чем она проще, тем легче ему исполнить его в таком положении. Он работает в это время без интереса, с трудом, заставляя и принуждая себя. Исполнив обязательную работу, он остальное время ничего не делает, часто ложится в постель, ничего его не развлекает, неприятное угнетающее настроение постоянно преследует его. Иногда больной, бывая в обществе, может подавить проявление своего тягостного настроения, скрыть их от других, и многие могут не заметить его болезни. Иногда период угнетения при циркулярном психозе выражен еще слабее. Причем больному сравнительно легко удается продолжать свои занятия, только он становится менее деятельным, несколько менее подвижным, и в то же время он считается просто неврастыником. В другом ряде случаев больной, находящийся в меланхолической фазе циркулярного психоза, представляет более или менее тяжелую картину. Он неподвижен, на вопрос иногда совсем не отвечает, или скажет что-нибудь изредка, тихо, еле слышно, или он ответит на вопрос и снова замолчит. Он может подолгу лежать или сидеть в одной позе, в одном положении, нередко в таком состоянии, больной неохотно ест, его приходится уговаривать есть, кормить его с ложки, или часто за столом напоминать ему и побуждать его. Иногда, сидя за столом, он медленно все делает, медленно берет ложку, медленно жует и проглатывает. Получается в это время такое впечатление, что он как будто бы чем-то отвлечен, что мысли его где-то витают. В некоторых случаях к только что описанному состоянию присоединяются отрывочные бредовые идеи, те или другие, обманы со стороны органов чувств, некоторое затуманивание сознания, возможно, что и отказ от пищи, о котором было только что речь, обуславливается отчасти и бредовыми, бредовыми идеями, иногда однообразно упорными или галлюцинациями и иллюзиями. Там, где циркулярный психоз развивается на почве тревожно-мнительного характера, то есть в связи с конституцией и идиообсессива, там во время меланхолической фазы у больного может наблюдаться резко выраженный синдром навязчивых психических состояний, весьма причудливых и разнообразных, причем в это время могут обнаруживаться галлюцинаторные и иллюзорные навязчивые представления. Иногда в течение меланхолического периода циркулярного психоза развивается обострение в форме временного, но более глубокого расстройства сознания, в форме аминтимного состояния. При расстроенном сознании, особенно под влиянием бредовых идей, больной может наносить себе те или иные повреждения, нередко в одном и том же направлении. Он может расцарапывать себе где-нибудь кожу, теребить или щипать себя, даже кусать. Что касается физических и нервных симптомов при меланхолической фазе циркулярного психоза, то надо заметить прежде всего, что у больных в это время расстраивается сон. Они спят в общем недостаточно, хотя может быть не так мало и плохо, как при рецидивирующей меланхолии. Аппетит у них также расстраивается и пропадает иногда. Так что они едят поэтому неохотно и немного, если их не побуждать к этому. Со стороны кишечника у них могут быть также аномалии в форме запоров, но не таких упорных и стойких, как при рецидивирующей меланхолии, то есть как при рецидивирующей уни или монополярной депрессии. При большом заторможении психической деятельности, при угнетении ее, у больных этого рода отмечается замедление сердечной деятельности, брадикардия. Причем пульс становится редким и иногда ритмичным. Несколько кожи и видимые слизистые оболочки в это время бледнеют, конечности становятся холодными, а кисти, яйцо и стопы цианатичными. Период возбуждения при циркулярном психозе у различных больных, а также и у одного и того же индивидуума, выражается не одинаково. В одних случаях у больного наблюдается здесь то, что называется маниакальной экзальтацией. Он весел, оживлен, говорлив, подвижен, вмешивается в чужие дела, берется то за одно, то за другое. При разговоре с ним вы заметите, что мысли его текут ускоренным темпом, что внимание его легко отвлекается. Рассказывая о чем-нибудь, больной вставляет много лишнего, вводит много ненужных подробностей, суждения больного в это время отличаются поверхностностью. Он имеет легкомысленный вид, ведет охотно разговоры на эротические темы и нередко и поступает таким же образом, бросается в глаза всем, что больной очень любит говорить, рассказывать про страны с большими подробностями, говорить он может сколько угодно, о чем угодно и когда угодно. Он мало интересуется тем, что думает его собеседник, не обращая иногда внимания на то, не устал ли он и так далее. Он охотно заводит разные знакомства, иной раз совсем не подходящие и подозрительные. К окружающим он любит представать с теми же длинными рассказами. О себе он имеет повышенное представление и преувеличивает свои умственные способности. Он считает себя обыкновенно выше других по уму, по пониманию происходящего вокруг него. Кроме того, он любит много резонировать на разные темы, обо всем он судит и реагит, об всем он имеет свое мнение, не смущаясь вести разговор и о том, чего вовсе не понимает. С окружающими больной нередко заводит ссоры и приходят самые разнообразные столкновения. Выражение лица у больного в этом периоде циркулярного психоза оживленное, мимикоподвижное, глаза блестящие, голос нередко хриплый от усиленного разговора. В другом ряде случаев маниакальная фаза циркулярного психоза протекает более оса, причем возбуждение бывает более сильное, и в это время все окружающие видят уже, что имеют дело с несомненно больным. Я думаю, что перед тем, что я его зачитывал, то это соответствует современному ну, скажем так, фазе или стадии бар, бар-два, то есть когда депрессия выражена не очень тяжело, и мания носит характер гипомании. А вот сейчас, что я буду зачитывать, скорее всего, доктор Суханов будет описывать, значит, маниакальное состояние в, значит, при типе бар-один. Вот. Значит, в другом случае, в другом ряде случаев маниакальная фаза циркулярного психоза протекает более остро, причем возбуждение бывает более сильное, и в это время все окружающие видят уже, что имеют дело с несомненно больным. Мысли больного текут здесь с большой скоростью, чем при маниакальной экзальтации. В разговоре он обнаруживает еще большую непоследовательность, а иногда и заметную бессвязность. Временами у него расстраивается сознание, и оно может затуманиваться. Тогда появляются различные бредовые идеи, часто с характером величия. Он становится беспокойнее, шумливее, то поет, то кричит, часто смеется. У него могут быть в это время не только иллюзии, но и галлюцинации различных органов чувств. В этих случаях маниакальная фаза циркулярного психоза выражается в форме мании или в виде вязания маниакалис. Скажем так, да, это бар один с манией. Не с гипоманией, а с манией. В третьем ряде случаев данная фаза кругового психоза проявляется еще более бурно, и возбуждение у больного достигает весьма резкой степени. Он становится очень беспокойным, весьма шумлив, громко кричит, часто сердится, бронится, проявляет нередко агрессивные наклонности, разрушает то, что можно, рвет на себе одежду и так далее. Речь его бессвязная, совсем непоследовательная. Говоря быстро, он высказывает при этом лишь отрывки своих мыслей, проназящихся в его голове с большой скоростью. Среди произносимых им фраз и слова, вы заметите, резко выраженные сочетания по созвучию. Отрывочные бредовые идеи с характером величия вспышки гнева возникают в него внезапно, достигая часто резких проявлений. Физические и нервные симптомы в маниакальной фазе циркулярного психоза выражаются в следующем. Сон больного расстраивается, в общем он спит мало, рано просыпается и тут же начинает он свою работу, так как его энергия требует постоянного разрежения. Аппетит у такого больного усиленный, иногда он требует для себя пищи больше, чем обыкновенный человек. Кишечник у него действует правильно и лишь иногда расстраивается от обильного введения пищи. Со стороны половых органов у мужчин наблюдается наклонность к эрекциям, полюциям, к мастурбации. Интересно отметить, что у многих больных, страдающих циркулярным психозом и находящихся в маниакальной фазе, наблюдаются и стероидные признаки. Эти последние выражаются различным образом. То у больного вы увидите простые истерики и услышите от него жалобы, нажимания в горле. То иногда встречаются здесь омороченные истероидные состояния. Больной падает, как бы без сознания, лежит на полу некоторое время без движения, с поверхностным дыханием. У некоторых больных, особенно женщин, эти истероидные явления выражены так резко, что больная, например, принимается за истеричку, а не за индивидуума, страдающего циркулярным психозом. Остановимся подробнее на рассмотрении того, как протекает циркулярный психоз и на различных клинических особенностях его. Как мы указали выше, циркулярный психоз обнаруживается в молодом возрасте иногда очень рано. Но это бывает не во всех случаях. Иногда он может начинаться и в возрасте среднем, лет с 30 и 35, расспрашивая тщательно окружающих и самих больных. Почти всегда удается узнать, что дело начинается с меланхолической фазы. Весьма возможно, что в тех случаях, где говорят о том, что болезнь дебютирует в маниакальном состоянии, мы имеем не вполне достаточный анамнез. Наблюдение показывает, что чаще всего просматривается окружающими меланхолическая фаза, особенно, если она выражена нерезко, слабо, как это бывает часто. Причем оказывается, что в таком периоде больной считался здоровым, так как иногда он продолжает заниматься даже своим делом. За меланхолической фазой у больного следует период возбуждения, затем опять подавленное состояние, снова маниакальное и так далее и тому подобное. Иногда же в течение нескольких лет у него может быть в начале болезни ряд меланхолических приступов. Маниакальные же обнаруживаются позднее. Раз появился маниакальный приступ, то уже начинается последовательная смена депрессивного состояния и возбужденного. В одних случаях, перенеся меланхолический приступ и последующее возбуждение, больной переходит в состояние близкое к норме. Он сам себя считает в это время здоровым, таковым же считают его и другие. В иных случаях этого светлого промежутка нет и больной не выходит из ненормального состояния. Начинается меланхолический приступ то более или менее быстро, то постепенно. Продолжительность меланхолических периодов как у разных больных, так и у одного и того же индивидуума весьма неодинаково. То этот период длится несколько недель, два, три и четыре, то несколько месяцев, нередко и лет. Например, я помню одного больного, у которого меланхолическая фаза тянулась лет восемь-девять. Существование длительных депрессивных состояний не исключается вовсе и коротких у того же больного. Маниакальный период при циркулярном психозе бывает также неодинаковым по своей продолжительности. В общем, надо сказать, что приступы возбуждения все-таки не столь длительны, как депрессивные состояния, хотя бывают и обратные случаи, но эти случаи реже. У некоторых больные приступы маниакального возбуждения иногда бывают коротки сравнительно с неделю, полторы, например, и сменяются длительным меланхолическим периодом. Иногда циркулярный психоз обнаруживается в виде смены депрессивных и маниакальных фаз относительно коротких, затем продолжительность того и другого периода становится дольше. Что касается интенсивности отдельных звеньев циркулярного психоза, то надо обратить внимание на то, что иногда маниакальные приступы протекают бурно, с бредом и галлюцинациями, а меланхолические при неглубоком депрессивном состоянии, иногда же, по-видимому, реже у больного меланхолическая фаза протекает более интенсивно, причем заторможение выражено резко, сознание заметно расстроено, маниакальное же состояние сказывается в том, что больной делается лишь несколько более развязным, чему свойственно, более подвижным и легкомыслим. Тут имеется ввиду, что иногда это может быть настоящая мания, а иногда это может быть гипомания, причем гипомания также в разной степени выраженности. У некоторых больных наблюдается, что отдельные периоды циркулярного психоза с течением времени между собой сближаются. Если прежде между депрессивными маниакальными приступами были светлые промежутки значительной продолжительности, то впоследствии они становятся все короче и короче, так что больной не выходит из болезненного состояния. Если прежде и меланхолическая фаза отделялась от маниакальной некоторым светлым промежутком, то и этот последний с течением времени сглаживается и обе фазы между собой сближаются. Таким же образом совершается у больного переход из меланхолического периода маниакальный вопрос. В одних случаях этот переход совершается постепенно в течение например нескольких недель. В других это делается в течение нескольких дней. В третьих это происходит необыкновенно быстро. Например сегодня больной угнетен, а завтра уже он может быть возбужденным. Переходим теперь к рассмотрению того, как составляется анамны в том случае, если вы предполагаете, что имеете дело с циркулярным психозом. Начну обращать особенное внимание. Как вы знаете, окружающие, которых вы будете расспрашивать о больном, о проявлениях его болезни, сообщат вам обыкновенно прежде всего о маниакальных приступах, как о наиболее ярких признаках болезни. Мелахолические же фазы ими просматриваются, и вам приходится помогать дающему вам сведения припомнить, не было ли у больного депрессивных периодов, а если были, то когда они были у него, я припонимаю один случай циркулярного психоза, где дело касалось молодой особой, у которой приступы возбуждения протекали бурно, с большим беспокойством, требовавшим пребывания в специальном заведении. Мелахолические же периоды выражались в легком подавленном, в легком неприятном настроении и длились значительно дольше, чем состояние возбуждения, и в это время она настолько владела собой, что могла заниматься делом, родные и окружающие считали ее здоровой, она же сама видела, что она и в это время больна. Если бы вы спросили у некоторых из окружающих, даже близко знающих больную, в чем ее болезнь, вам, наверное, перечислили бы приступы ее возбужденного состояния, не упомянув, быть может, о меланхолических фазах. Бывает обратное в некоторых случаях, именно там, где депрессивный период выражен интенсивно, а маниакальность слаба. Но такие случаи реже встречаются. Если вы желаете составить себе ясное и точное представление о том, как протекает у данного индивидуума циркулярный психоз, вам нужно будет подробнее и тщательнее расспросить окружающих, что они сами замечали. Вы должны будете руководить теми, направлять и останавливать их внимание, чтобы получить правильный и точный ответ от них на интересующие вас вопросы. Прежде всего, следует, если есть светлые промежутки, постараться определить характер больного, основные психологические черты его склада, ума, привычек, склонности, и руководствуясь этим, нужно стремиться узнать, когда, в каком возрасте, или в каком году, или в каких годах у больного наблюдались длительные уклонения в ту или иную сторону от основного его характера. То есть, тут доктор Суханов рекомендует вначале уточнить, что больной или окружающие такого больного считают за норму его. А уже потом сравнивать нормальное состояние с фазой меланхолии и депрессии или с фазой гипомании и мании. Нужно просить сообщающих сведения рассказать вам об отдельных фактах из жизни больного, если у вас возникнет мысль о том, что он находился тогда-то в меланхолическом или маниакальном состоянии, при этом следует иметь в виду ту симптоматологию, которую мы дали выше, говоря о внешних проявлениях болезни при циркулярном психозе. Далее интересно выяснить вопрос о том, стоят ли отдельные приступы циркулярного психоза у данного больного в зависимости от каких-либо внешних причин или же они чисто эндогеново происхождение. По-видимому, в некоторых случаях первый приступ болезни иногда, особенно у женщин, обнаруживается в связи с каким-нибудь идеологическим моментом. Так, например, в одном случае циркулярного психоза депрессивная фаза резко выраженная развилась в послеродовом периоде, у другой больной пред началом болезни были сильные моральные потрясения. Переход же в маниакальное состояние у этих больных произошел довольно быстро, без всякого внешнего повода. Надо думать, что хотя циркулярный психоз считается болезнью, развивающейся на почве своеобразной нервно-психической организации, однако нельзя вовсе отрицать того, что различные жизненные условия оказывает на проявление болезни некоторое влияние, именно они могут способствовать более резкому, более быстрому обнаружению отдельных приступов циркулярного психоза. Значит, тут доктор Суханов говорит, выражаясь современным языком, о наличии триггеров, которые способствуют, которые не являются по сути дела причиной, которая способствует проявлению того или другой, той или другой фазы в рамках биполярного фиктивного расстройства. При составлении объективного анамнеза в таких случаях следует иметь в виду эти соображения. При расспросе окружающих и родных нужно будет обращать внимание на некоторые проявления болезни, представляющие большую практическую важность. Дело в том, что многие больные, находящиеся в меланхолической фазе циркулярного психоза, склонны к самоубийству. Нередко они кончают свою жизнь в это время насильственным образом. Поэтому при составлении анамнеза вам необходимо будет остановиться подробнее на этом, чтобы способствовать своим советам и предупреждениям окружающих сохранению жизни больного. Как бы ни были наблюдательные окружающие, как бы хорошо они не знали больного, следует для дополнения анамнеза расспросить еще и самого больного, если, конечно, это возможно по его состоянию. В объективный анамнез приходится почти всегда вносить те или другие поправки со слов самих больных. Понятно, что больной о себе, о своей внутренней жизни сообщит вам точнее иногда, чем окружающий, ибо знает о себе больше, чем другие, и может рассказать иногда недурно то, что было с ним. Что касается других подробностей при составлении анамнеза больных, страдающих циркулярным психозом, и того, как наблюдать больных, как держать себя с ними, позволяем себе указать на то, что при уходе и наблюдении за ними в меланхолическом периоде нужно руководствоваться тем, что мы говорили в первой части нашей семиотики и диагностики душевных болезней в отделе о рецидивирующей меланхолии. Там же, что изложено тем же, что изложено там по поводу мании, можно руководствоваться, когда имеете дело с маниакальной фазой циркулярного психоза. Значит, эту главу в книге первой семиотики и диагностики душевных болезней приват доцента Сергея Алексеевича Бруханского. Я наговорил, вы можете найти либо на ЯТУБе, либо, скажем так, на психоамбулянс.ру в отделе ЯТУБе статьи для психиатров. Здесь же мы считаем не лишним остановиться на дифференциальной диагностике при циркулярном психозе и в особенности на циркулярном течении, которое может служить внешним проявлением различных душевных болезней, главным образом органических. Начнем с дифференциальной диагностики между меланхолической фазой циркулярного психоза и приступом рецидивирующей меланхолии. То есть в этой в этих далее следующих строках доктор Суханов будет проводить дифференциальные диагностические признаки между депрессией в рамках БААР и депрессивным рецидивирующим эпизодом в рамках униполярной депрессии. Если перед вами больной, у которого был раньше меланхолический приступ, сменившийся затем периодом возбуждения, то есть мании или гипомании, если вы теперь опять имеете дело с меланхолическим состоянием, то исключивший возможность циркулярного течения, можете с некоторой положительностью сказать, что в данном случае надо поставить распознавание циркулярного психоза. то есть если в анамнезе уже была смена депрессии и мании, то в этом случае уже можно диагностировать априори, скажем так, бар. Действительно, здесь диагностика будет сравнительно простая. Большие диагностические или большие диагностические трудности представляют, понятно, те случаи, где дело идет о первой меланхолической фазе циркулярного психоза. Ну, скажем так, первая депрессивная фаза. В самом деле у вас не будет почти никаких данных для того, чтобы утверждать, что у исследуемого больного начинается циркулярный психоз, а не рецидивирующая меланхолия. Только в редких случаях, возможно, опираясь на некоторые клинические признаки, предполагать, только предполагать, что за меланхолическим приступом не разовьется маниакального, то есть, что не будет у больного циркулярного психоза этой тяжелой хронической болезни. Нам думается, что там, где меланхолический приступ протекает по типу вязания меланхолика, то есть, там, где при остром меланхолическом приступе нельзя говорить ни об одном меланхолическом состоянии, ни об одном аминтимном, ни об одном паранояльном, там с большей степенью вероятности можно ставить распознавание рецидивирующего психоза, а не циркулярного. В этих случаях вы будете иметь такую картину болезни. Больной неохотно отвечает на вопросы, выглядит грустным, с тревогой на лице, если его настойчиво спрашивать о чем-нибудь, он может правильно ответить, хотя из разговора с ним вы убедитесь в том, что у него много галлюцинаций, преимущественно слуховых, что он имеет бредовое представление об окружающем, однако в то же время вы заметите, что он просматривается или присматривается к тому, что происходит вокруг, интересуется им, и выражение его глаз говорит за то, что многое он хорошо понимает. Он понимает предлагаемые ему вопросы, что между прочим выражается в том, что он исполняет иногда охотно то, о чем вы просите его. Если вы констатировали приблизительно такое состояние у больного, то более вероятным будет распознавание рецидивирующего меланхолического психожа, нежели меланхолической фазы циркулярного психоза. Не знаю, не знаю. Вот я читаю вот эти вот абзацы и не совсем согласен, даже не совсем понимаю, о чем говорит доктор Суханов. Для меня так, если, например, у человека возникает первый в жизни приступ депрессии, то там мы можем лишь только предполагать, если эта депрессия протекает не вот типа F41-2, то есть тревога смешанная с депрессией, а действительно с меланхолическими такими, то есть с симптомами меланхолического оттенка, то мы можем только предполагать, что возможно, возможно, это не униполярная, не монополярная депрессия, а возможно, что значит за нею последует приступ гипомании или мании, вот это и все, то есть в данном случае, в данном периоде заболевания, конечно, нам очень сложно провести дифференциальную диагностику между депрессией в рамках БАР или депрессией монополярного и не униполярного толку, сравнивая только что представленную картину с тем, что наблюдается при депрессивном периоде кругового помешательства, вы в состоянии отметить некоторую разницу в клинических особенностях того и другого случая. При циркулярном психозе в сходных состояниях, то есть в состояниях меланхолии отмечаются симптомы заторможения, подавления, здесь больной будет менее подвижен, здесь оцепенение будет выражено резче, причем бредовых идей и обманов со стороны различных органов чувств у больного здесь значительно меньше, чем, предположим, при униполярной депрессии, чем там, где вы встречаете даже вместе с меланхолическим и аминтивным, также и парананом, наяльный синдром. При дифференциальной диагностике между меланхолической фазой циркулярного психоза и некоторыми случаями острых меланхолических или депрессивных состояний нужно иметь в виду и то обстоятельство, что после тех из них, которые выражаются в форме вязания меланхолика и которые отличаются большей длительностью, наблюдается нередко повышенное самочувствие, как реакция на перенесенную тяжелую и мучительную болезнь, то есть при тяжелой форме меланхолии или депрессии, когда человек выходит из нее, у него может находиться, он может ощущать себя несколько приподнятей, но не потому, что это он вошел в фазу гипомании или мании, а потому, что он просто счастлив тому, что он избавился от этого тяжелого и мучительного состояния, которое он испытывал в фазе тяжелой меланхолии или тяжелой депрессии. Так. Больной радуется тому, что он освободился от своих страданий, тревог, волнений, пугающих голосов. Ему становится весело, подобно тому, как может радоваться человек, освободившийся от мучительной физической боли. Такое реактивное состояние, имея некоторое сходство с легкими формами маниакальной экзальтации, отличается, однако, от них тем, прежде всего, что оно длится короткое время и не сопровождается таким легкомыслием и поверхностным суждением, как это бывает при биполярном расстройстве. То есть, она кратковременная, действительно, ну, скажем так, когда мы имеем какие-то проблемы, а потом мы эти проблемы решаем, естественно, у нас настроение резко повышается, но оно повышенное недолго, то есть, мы быстро возвращаемся в, скажем так, в свое обычное состояние, не то, что происходит при биполярном расстройстве. Когда человек, выйдя из депрессии, у него возникает повышенное настроение, активность и так далее, это легкомысленность, трата денег, пошел, поехал туда и сюда, вот, но в отличие, в отличие от, скажем так, вот этого кратковременного хорошего самочувствия по сравнению с тем плохим, который человек имел, то есть, он радуется этому, оно длится, конечно, гораздо дольше и выражено оно сильнее. В некоторых случаях при дифференциальной диагностике между меланхолическим периодом циркулярного психоза и приступом рецидивирующей меланхолии имеет значение правда относительное и физические признаки, сопровождающие то и другое страдание. В первом случае питание больного расстраивается в общем меньше, чем во втором и он меньше худеет, чем настоящий меланхолик, который во время приступа душевного расстройства весьма сильно падает в весе, бледнеет, выглядит осунувшимся, постаревшим. По-видимому, в первом случае усвоение питательных веществ совершается лучше сравнительно, чем при рецидирующем меланхолии. Вот что мне непонятно, так это следующее, что вот доктор Суханов считает и утверждает и намекает на то, что депрессия в рамках БАР протекает намного проще, намного легче, не так тяжелее, чем в рамках униполярной депрессии. Вы знаете, я с этим не могу согласиться. С моей точки зрения, все ж таки отличие-то и небольшое. И иногда, и иногда в рамках депрессии, в рамках БАР она тоже довольно тяжелая, поэтому провести такой тонкий, филигранный, дифференциально-диагностическое отличие между, значит, когда действительно, еще неизвестно, страдает ли больной униполярной, там, рецидивирующей депрессией или даже нерецидивирующей, а эпизодом депрессивным первым, или это первый эпизод в рамках биполярного расстройства, то есть, тут дифференциальная диагностика очень сложна и трудна. И с моей точки зрения, с моей точки зрения, она принципиально не имеет уж и такого большого значения, так как и в том и в другом случае надо лечить депрессию. Конечно, конечно, когда мы знаем, например, что все-таки у данного больного депрессия находится в рамках биполярного расстройства, и если мы еще к тому же знаем, что, например, использование антидепрессантов может провоцировать переход депрессии в манию, значит, это, конечно, имеет большое значение. Почему? Да потому, что мы, в общем-то, в таких случаях избегаем назначения антидепрессантов. Но я вам хочу сказать и другое, что, вы знаете, как говорят, не было счастья, так несчастье помогло. Значит, если человек испытывает, пациент испытывает первый депрессивный эпизод, и мы не знаем, в рамках какого он находится страдания, униполярной депрессии или биполярного, аффективного расстройства, естественно, назначаем в обязательном порядке антидепрессант, и если, 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 значит, такому больному не повезет, и антидепрессант выведет его из состояния депрессии одновременно тут же погрузит в состояние мании, то это будет важным диагностическим признаком. То есть, тут лечение антидепрессантами сыграет роль принципа постановки диагноза по результатам лечения, потому что если, предположим, это депрессия монополярного типа, первый депрессивный эпизод, и мы назначаем антидепрессанты, и человек через какой-то промежуток времени выздоравливает, значит, это как раз нам может быть и в большей степени как раз и будет свидетельствовать о том, что все-таки это скорее всего монополярная депрессия. А если же, если же, значит, во время первого депрессивного эпизода мы назначаем человеку впервые антидепрессанты, и он якобы выздоравливает, а на самом деле погружается в маниакальную или гипоманиакальную фазу, то это тоже будет постановка диагноза по лечению. Так что с моей точки зрения, если речь идет о первом или там втором, третьем депрессивном эпизоде, неважно в какой степени, в какой фазе, ну, скажем так, если мы еще не знаем, значит, в рамках какого этого заболевания, монополярной депрессии, но рецидивирующей или биполярной аффективного расстройства, это не имеет значения. Если больной выходит из депрессии, предположим, и в той, и другой, в рамках и того, и другого заболевания и выздоравливает, это не имеет значения. Самое главное то, что он выздоравливает. А, конечно, если при назначении антидепрессанта в рамках первого эпизода человек, или, скажем, второго, значит, первый эпизод, он выходит, не дает перехода инверсии депрессии в манию. Во втором эпизоде, скажем так, мы считаем, что это монополярная депрессия, он опять выздоравливает, а во время третьего эпизода мы опять повторяем ему терапию антидепрессанта, а он уже не выздоравливает в ходе манию. Значит, естественно, мы в этот момент можем со стопроцентной уверенности диагностировать, что речь идет о биполярном аффективном расстройстве. Ну, вот так, приблизительно. Так, при сопоставлении ряда больных той и другой категории, то есть, категории рецидивирующей меланхолии или меланхолии в рамках циркулярного психоза, получается то общее впечатление, что депрессивная фаза циркулярного психоза скорее носит характер функционального заболевания на почве расстройства кровообращения в головном мозгу и что приступ рецидивирующая меланхолии ближе стоит к соматическим страданиям, вследствие чего он и сопровождается такими резкими изменениями во всем организме. Ну, это уже совершенно неверно, вот, ну, оставим это на совести, на знаниях доктора Суханова. Значит, не забудем, что он пишет об этом в 1905 году. Весьма возможно, что процесс кроветворения расстраивается значительно больше, расстраивается при цидивирующей меланхолии, нежели в депрессивном периоде циркулярного психоза. Но опять, опять, вот такое ошибочное представление. Конечно, нужно оговориться, что высказанные соображения имеют лишь относительное значение, и вам придется встречаться иногда и исключения из этого предположительного вывода, но в некоторых случаях эти соображения помогут вам приблизиться к правильному распознаванию. Но я уже говорил о том, как, в общем-то, проводится дифференциальная диагностика между униполярной депрессией, рецидивирующей, и, скажем так, депрессивной фазой в рамках БАГ. Значит, обязательно, обязательно должен присутствовать и гипоманиакальный или маниакальный, тогда, конечно, сто процентов сомнений в диагнозе нет. Хотя, хотя есть такая форма депрессии, она описана и имеет место в рамках американской ДСМ-5, так называемая биполярная депрессия, там нет, собственно говоря, переходов в манию или гипоманию. Значит, основанием для ее диагностики или предположением является раннее начало, атипичность течения, вместо бессонницы сонливость, вместо снижения аппетита, повышения аппетита. Ну и самым основным признаком является резистентность, наличие резистентности. То есть, скажем так, биполярная депрессия, которая описывается и существует в рамках ДСМ-5, она, в общем, такая, ну скажем, неконкретная, неконкретная. Вот. Скажем так, что вот я, я могу предположить биполярную депрессию по следующим признакам. Значит, соглашусь с теми, что описывают американцы, раннее начало, такое тяжелое течение, резистентность, иногда действительно, скажем так, вот такая атипичность. Но для меня важным поспорьем является также то, что в рамках, вот скажем так, биполярной депрессии на одной и той же лекарственной схеме состояние то улучшается, то ухудшается, то улучшается, то ухудшается. То есть, с моей точки зрения, как бы депрессия имеет два полиса. Лучше, хуже, лучше, хуже, лучше, хуже. Вот. Ну и естественно, естественно, это, скажем так, резистентность. Вот биполярная, так сказать, депрессия по ДСМ-5. Так, во многих же случаях, когда перед нами или перед вами первый приступ меланхолического состояния, то, о чем я говорил, вы будете лишены при современном положении наших знаний поставить правильное распознавание и сказать заранее, без дальнейшего продолжительного наблюдения, будет ли у больного рецидивирующая меланхолия или же циркулярный психоз. Совершенно верно. То, о чем я говорил. Поэтому это не имеет значения. Если человек к мам обращается больной или вообще к врачу обращается больной с первым депрессивным эпизодом, то не настолько важно уже или придавать значение, значит, в рамках какого заболевания он находится. Или это монополярная депрессия, и будет ли она рецидивировать, или это будет единственный скажем так эпизод, или же она находится в рамках биполярного фиктивного расстройства и будет периодически рецидивировать. Не суть важна. Мы ее будем в любом случае лечить антидепрессантом. Антидепрессантом. Единственное, что когда мы уже будем точно знать, что это скажем так бар, это первое, это А и Б, что в рамках этого бар лечения, предположим, депрессии антидепрессантами провоцирует инверсии депрессии в манию или гипоманию, тогда мы естественно откажемся от использования антидепрессантами и будем использовать либо нормотимики противосудорожного ряда, либо солилития, либо монотерапия, или дополнительно к нормотимикам или стабилизаторам настроения, один из пригодных или предназначенных для этого атипичных антипсихотиков также с нормотимическими свойствами. Поэтому все это правильно. И вот видите, доктор Суханов также обращает на это внимание. Значит, что мы не сможем сказать заранее без дальнейшего продолжительного наблюдения, будет ли у больного рецидивирующая меланхолия или же циркулярный психоз, что интересно также и в практическом отношении, так как рецидивирующая меланхолия оказывается страданием все-таки более легким. Вот видите, он себе и противоречит, он пишет, что рецидивирующая депрессия протекает проще, легче, и там и кровообращение меньше расстраивается, а теперь он уже заявляет о том, что рецидивирующая меланхолия оказывается страданием все-таки более легким, чем депрессия в рамках скажем так бар. Она может давать свет, светлые промежутки, иногда длинные в несколько лет, иногда в 10-20 лет даже и более, при циркулярном же психозе приступы болезни повторяются в общем чаще, хотя тоже бывает и исключение. У меня есть одна пациентка знакомая, правда, она принимает литий, значит, она перенесла первый эпизод депрессии и лечили ее, лечил ее не я только наблюдал за ней, это в Германии было, лечили ее антидепрессантами, считали, что она страдает монополярной депрессией и вот на фоне лечения через 5-6 месяцев лечения депрессия дала фазу мании, причем настоящей мании. После этого уже диагноз естественно был изменен, она естественно пролечилась антипсихотиком, ей был назначен в качестве норматемика литий, и вот она сейчас принимает литий, только литий, уже года два и в принципе находится в более-менее нормальном состоянии, она работает, имеет друга, бойфренда и так далее, и так далее, вот. Значит, так близко я ее не видел, а лицо, которое сообщает, не может мне сообщить детали, но в целом, но в целом, вот видите, она протекает, значит, бар протекает в довольно такой стабильной форме. Один эпизод депрессии, один эпизод мании, и уже в течение двух-трех лет, вот так, не менее трех лет, на фоне приема лития, препаратов лития, вот, она находится в состоянии ремиссии. В некоторых случаях вам придется дифференциальную диагностику проводить между приступом рецидивирующей мании и маниакальной фазы циркулярного психоза. Я сразу же хочу, предвосхищая то, что сейчас будет писать доктор Суханов, сказать, что вообще-то рецидивирующая мания встречается редко. Я в своей жизни, практике встречал два или три случая, когда у пациента вот были периодические рецидивирующие приступы гипоманиакального состояния, не заканчивающиеся депрессией. То есть, это было чисто рецидивирующая мания. Чаще всего, чаще всего, если существует мания, то она находится в рамках все-таки биполярного аффективного расстройства. Это я предвосхитил. А теперь посмотрим, что напишет доктор Суханов. Конечно, это может случиться там, где не будет в вашем распоряжении достаточно полного анамнеза. То есть, доктор Суханов говорит о том, что мы просто, возможно, такие случаи примем за рецидивирующую манию, если у нас не будет возможности получить данных, а не было ли в рамках наличия маниакальных приступов и депрессивных приступов. Как мы уже указали выше, циркулярный психоз в огромном большинстве случаев, если не всегда, начинается с меланхолической фазы. Поэтому, если вы убедитесь в том, что маниакальному приступу не предшествовал период угнетения, то следует склоняться к тому мнению, что перед вами случай рецидивирующей мании, а не кругового психоза. Но опять же, тут нужно добавить. Доктор Суханов не добавляет, если в анамнезе, в катамнезе, в анамнезе мы узнаем о том, что было несколько эпизодов мании, тогда мы можем говорить о рецидивирующей мании, а если, скажем так, первый эпизод мании, то мы лишены такой возможности утверждать. С другой стороны, надо помнить, что мания, как рецидивирующий психоз, встречается весьма редко. То, о чем я сказал, что в моей жизни было два или три случая. Вот как раз доктор Суханов и подтверждает то, что я высказал, чуть-чуть выше. Встречается весьма редко рецидивирующая мания. Всякие случаи маниакального состояния, если нет определенных указаний на другую болезнь, например, на первичное юношеское слабоумие, то есть на юношескую шизофрению, прогрессивный паралич помешанного и прочее, нужно обследовать по возможности тщательнее в том отношении, чтобы выяснить вопрос, было ли здесь депрессивное состояние или нет, что имеет и практическое значение, так как имея дело с приступом рецидивирующей мании, в общем, можно ставить более благоприятное предсказание, чем тогда, когда вы констатируете в данном случае циркулярный психоз. Согласен с этим? Действительно, вот те два или три случая, о которых я упомянул, легкой гипомании рецидивирующей, ну, человек там в течение пары недель был несколько оживлен, там, покупал то, что надо, не особо надо, покупал вместо килограмма помидора, скажем так, 10 килограмм, ну, такая мелочь, вот, значит, там, спал меньше, был активный, разговорчивый, вот, заводил знакомство, то есть, скажем так, это не было мания, это была гипомания, то есть, он, в общем-то, и наносился вред, находясь в состоянии вот этой рецидивирующей гипомании, скажем так, такой незначительный, который можно было пережить, вот, так, существует ли в клинической картине самого маниакального состояния такие особенности, на основании которых было можно ставить определенное распознавание, которые служили бы опорным пунктом при дифференциальной диагностике вопрос, надо сказать, что таких признаков весьма мало, а то и вообще нет. Мы позволяем себе сделать попытку указать лишь на некоторые из них. Наблюдение показывает, что при рецидивирующей мании, которая, даже по словам доктора Суханова, встречается исключительно редко, часто встречается такое сочетание симптомов, которое покойный Сергей Сергеевич Корсаков обозначил термином вязание мании Акалис. При этом в синдроме у больного кроме возбужения отмечается масса бредовых идей, не только величия, но и с характером преследования, обманы со стороны органов чувств и значительное бредовое представление об окружающем, которое рисуется больному в несоответствующем действительности виде. Больной в таком состоянии шумлив, часто сердится на окружающий, кричит, поет, неправильно объясняет то, что происходит вокруг него, иногда обнаруживает стойкие бредовые идеи, связанные с определенными лицами. Здесь нельзя говорить о том, что у больного ясное сознание, хотя у него и нет такого резкого нарушения в ассоциации, как при маниакальной аменции. Значит, вязание маниакалистов, по терминологии Сергея Сергеевича Корсукова, это нынешнее современное шизоманиакальное расстройство. Шизоманиакальное расстройство. Почему? Потому что тут сочетаются симптомы мании, аффективные, аффективная симптоматика, типичная для мании, с бредой, симптоматика типичная для шизофрении. То есть шизоманиакальная. То же самое бывает и вязание и меланхолика. То есть вязание меланхолика старых авторов 19 века, начало 20 века, это по сути дела шизодепрессивное расстройство. А в целом, если имеется смена шизоаффективного и шизоманиакального, то говорят о шизоаффективном расстройстве. Хорошо. Нам думается, что если вы встречаете такой случай, то есть то, что сегодня обозначается как шизо маниакальный расстройство, то будет иметь основание предполагать здесь существование рецидивирующей мании. Нужно добавить, что здесь подобная картина является не временной в течение данного приступа, а постоянной. Сходное сочетание психических признаков может быть эпизодическим моментом и в течение маниакального периода циркулярного психоза. При вязании маниакалиц, то есть шизо в маниакальном состоянии или синдроме, такой синдром развивается обыкновенно довольно быстро, наблюдается все время, пока существует болезнь, и выздоровление наступает здесь скорее критически, чем литически, особенно в формах ремитирующих. После маниакального приступа, протекающего в форме вязания маниакалиц, то есть бредом, больной почти всегда переходит в легкое подавленное состояние, то есть в депрессивную фазу, но это последнее можно смотреть как на реактивное депрессивное состояние, развивающееся после предшествующего возбуждения, но это спекуляция. Значит, в принципе, если мы говорим о шизоэффективном расстройстве, а эффективном расстройстве, там происходит такая же смена, как и прибар, то есть шизо маниакальное сменяется шизо депрессивным, шизо депрессивное может переходить в шизо маниакальное. Находясь в таком реактивном состоянии, больной испытывает чувство усталости, некоторое разбитости, желание отдохнуть, он бывает при этом иногда несколько апатичен, вял, но он считает, что это реактивная депрессия после перенесенного, скажем так, шизо маниакального приступа. В то же время он разумен, хорошо соображает, на тоску не жалуется, он отличается от больного, находящегося в меланхолическом состоянии, тем, между прочим, что не высказывает бредовых идей, не стремится лишить себя жизни насильственным образом и тем, что вскоре его самочувствие улучшится. подобное депрессивное реактивное состояние после приступов вязания маниакализ или, выражаясь современным языком, шизо маниакального состояния вполне аналогично легкому повышению самочувствия, развивающимися иногда после острого меланхолического заболевания. Ну, не знаю, так ли это. по крайней мере главу двенадцатую мы закончили. Так. Думаю, что она тоже представляет значительный интерес и я надеюсь, что вы, дорогие мои читатели, уважаемые, то есть слушатели, не спали, потому что довольно интересная статья. Ну, что, я заканчиваю, благодарю вас за внимание, благодарю вас за интерес, к моим аудио-видео-чтениям из моей библиотеки. Вот. И до следующей встречи. Продолжение следует...